В радио предсказали последствия для Украины от разрыва отношений с Россией. В радио предсказали последствия для Украины от разрыва отношений с Россией. 6.33 РИА Новости, Евгения Новоженина, Монумент независимости Украины в Киеве. РИА Новости, Евгения Новоженина. Москва, 14 мая РИА Новости. При разрыве отношений с Россией Украина останется без помощи с Востока, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 Украина. Политик подчеркнул, что он четко придерживается мнения о необходимости восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ. Но это ни в коем случае не означает, что мы должны разрывать отношения с Западной Европой и с американцами, уточнил Рабинович. Депутат прокомментировал ситуацию с отменой визита адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев. По словам депутата, такое решение американского юриста связано с тем, что Джулиани увидел в команде новоизбранного президента Украины врагов Америки. 11 мая, час 29. В Киеве рассказали о прекращающемся железнодорожном сообщении с Россией. Я хочу дать один совет команде Зеленского. Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко из Запада и с Востока. Если вы разорвете отношения с Америкой, если вы разорвете отношения с Россией, точнее продолжите разрывать примечания редакторов, то, что вы делать собираетесь. Вы же вообще нигде не получите помощь ни в одном случае, сказал он. Ранее стало известно об отмене визита Джулиани в Киев. Своё решение юрист объяснил нежеланием встречаться с врагами США и с человеком, которому уже вынесли приговоры, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года. Как писала газета New York Times, Джулиани собирался в Киев, чтобы убедить новые власти Украины более энергично вести расследования по некоторым интересующим Белый дом вопросам, в частности, касательно украинских контактов бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и связи бывшего вице-президента Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху. 11 мая, 4-2 Россия захватила власть над украинской экономикой.